Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Татьяны Трофимова. Смотрите сегодня. Все голосовать! 18 марта жителям Чебоксар предстоит выбрать не только президента страны, но и понравившийся дизайн проекта благоустройства столицы. Не забудьте про жилет. Чебоксарским автомобилистам бесплатно раздают новый необходимый на дороге атрибут. Обеззараживает и нейтрализует. На Химпроме в Новочебоксарске открыли линию по производству гипохлорита кальция. Чувашия укрепляет свои позиции в сфере химической промышленности. Сегодня в городе Спутники дали старт новому производству гипохлорита кальция. Спрос на это вещество сейчас большой и республика готова занять свою нишу на российском рынке. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Паста ГХК поступает на сушку, сушится до порошка, гранулируется и фасуется в 50-килограммовые барабаны. Мозговой центр нового завода. Вот так за компьютером кликами мышки изготавливают гашеную известь. Это вещество необходимо предприятиям, добывающим золото. С помощью гипохлорита кальция нейтрализуют ядовитые стоки цианита. Специалисты отмечают, что опасности для окружающей среды производимый реагент не представляет. Обеззараживаются они, используются для обеззараживания воды в бассейнах плавательных. Поэтому мы тут ничего опасного-то не выпускаем. Мы как раз доставляем мирный хлор тому, кому он нужен. Чтобы реализовать проект, инвесторы вложили более полутора миллиардов рублей. Для города-спутника это немалые налоги. Что стабильность позволяет сегодня вкладывать инвестиции предпринимательным России без страха. В данном случае город Новочебоксарск, Чувашской республики. Вот за эти годы мы построили здесь несколько заводов строительной индустрии. Пришла мировая компания РОКО. Пришли предприниматели Российской Федерации. Вот Виктор Феликс Виксельберг. И мы видим, сегодня совсем другая ситуация. Заводов по выпуску гипохлорита кальция в стране можно пересчитать по пальцам. Сейчас большую долю рынка занимают китайские производители. На этом заводе намерены заместить более 60% импорта. Что приблизительно 25 тысяч тонн заводилось приблизительно по импорту. На сегодняшний день 15-18 наши ожидания от того, что будет выпускаться здесь. Это более половины потребностей золотодобывающей отрасли России в целом. И фактически с нуля мы видим то, что мы здесь сумели сделать. Это в принципе пример такого хорошего государственно-частного партнерства бизнеса и государства. То, что вы делаете, создает стабильность в нашем обществе. Укрепляет и развивает социальную сферу. На открытие производственной площадки пригласили и народного артиста Евгения Петросяна. Писатель говорит, что подобные проекты достойный ответ зарубежным санкциям. А когда узнаешь, что не только мы соответствуем многим показателям, международным стандартам, но и в каких-то областях или по каким-то показателям превзошли запад, это рождает чувство счастья. Для того, чтобы вывести выпуск гипохлорита кальция на полную мощность, понадобится полгода. В перспективе здесь намерены производить порядка полутора тысяч тонн гашенной извести в месяц. Реализация проекта позволит создать 150 рабочих мест. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Количество бизнесменов в Чувашии выросло, и налогов в казну они стали отчислять больше. А вот с проверками контролирующие органы стали приходить к ним реже. Подробнее о том, как сложился прошлый год для предпринимателей республики, далее. В этом году призыву перестать кошмарить бизнес исполнится 10 лет. И, судя по цифрам, в Чувашии он работает. За последние два года предпринимателей в республике стало на 7% больше, а количество налоговых поступлений от них ежегодно растет на 10%. При планировании проверок начали использовать так называемый рискориентированный подход. Он подразумевает, что специалист контролирующего органа анализирует все возможные риски, которые касаются данного предприятия, выделяет самые большие и отсеивает те, которые не сильно влияют на работу. Благодаря конструктивному взаимодействию органов власти почти в три раза снизилось количество плановых проверок. Сейчас задача также снижать и внеплановые. И как они оценивают вообще контрольно-надзорную деятельность? Не за один год, а трехлетний период, если возьмем. Если посмотреть за последние 3-4 года, многим не верилось, что, например, МЧС, Роспотребнадзор, некоторые другие контрольно-надзорные органы снизят количество проверок даже в 6 раз. Все это позитивно воспринимается. Уже сейчас нет таких проблем, о которых я говорил, когда предприниматель боится прихода инспектора. Кроме того, предприниматели почувствовали поддержку со стороны государства, отметил бизнес-омбудсмен. Так, за прошлый год на развитие предпринимательства в регионе выделили 425 миллионов рублей. Ольга Пырычкина, Борис Андреев, Республика. Массовый спрос на знания. 6,5 тысяч участников форума «Россия и страна возможностей» второй день впитывают информацию. Общаются с экспертами в различных областях. От энергетики до средств массовой коммуникации. Дискутируют и предлагают свои идеи. В Москве находятся и молодые предприниматели, волонтеры, студенты из Чувашии. Любой человек, который встретит нас, может посмотреть на наши кирпичики, так мы их называем. И по ним можно посмотреть, сколько лет ты уже находишься в движении российских студенческих отрядов. У нас просто есть такая фраза, что если ты в бойцовке, то ты свой. И ты видишь кого-то в бойцовке, ты подходишь, его обнимаешь, и потом уже здороваетесь, знакомитесь, спрашиваешь какого-то региона. Бойцовки, целинки, названия в регионах разные, суть одна. Активные, трудолюбивые студенты. И как и полагается, только после объятий Екатерина из Чувашии узнала, что познакомилась с бойцами студотряда из Великого Новгорода. На площадке эффективные стартапы, где с людьми, у кого хоть раз в голове появлялась мысль начать свой бизнес, вели диалог эксперты. С примерами реальных фирм, реальных бизнес-решений и практическими советами. Мечту нужно воплощать быстро, так как на сегодняшний день темп жизни достаточно быстрый, и если не стремиться к достижению цели, то можно остаться на нулевой точке. Есть идея «Защищай и воплощай». Победы в проектах открывают дополнительные возможности, даже для школьников. Например, проект «Мой первый бизнес». Конкурс бизнес-проектов старшеклассников. И тут двери социального лифта открылись для Дарьи Баскаковой, 11-классницы из Чебоксар. Я получил грант, и если я пишу ЕГЭ на минимальный балл, порог прохожу. Если я его прохожу, я успешно поступаю в Реуми Неплеханова. И такая практика не единственная в своем роде. Сегодня огромные усилия делает Росмолодежь для того, чтобы изменить инфраструктуру. Программа «Ты предприниматель» растет. Миннек очень сильно изменился в подходе к молодежному предпринимательству. Создана огромная инфраструктура, которая поддерживает технологическое предпринимательство. Это и российская венчинная компания, и фри, и каждый вуз сегодня имеет в КПА создание неких технологических центров. Добрая часть участников форума – волонтеры. Здесь они объединяются и на площадках обсуждают, какие еще социальные проекты нужны России и регионам. К этой теме особое внимание, потому что 2018 год объявлен годом добровольца. Каждый пятый молодой человек в Чувашии является волонтером, что для нас, нам кажется, что очень хороший показатель, но, безусловно, есть к чему стремиться. Наша с вами задача – сделать так, чтобы волонтерство стало неотъемлемой частью жизни каждого гражданина нашей страны. Стоит отметить, что в Чувашии в прошлом году действовала программа набора волонтеров для Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Сейчас готовят добровольцев для проекта WorldSkills. Взрастили и волонтеры для форума «Россия – страна возможностей». Татьяна Дмитриева была волонтером в Сочи, теперь в Москве. У меня группа из четырех стран – это Южная Осетия, Луганск, Донецк и Абхазия. Я просто координирую их, хожу с ними везде – по музеям, по театрам, по программам, куда пойти, что поесть, где встречаемся. Все это остается, все вопросы за мной. Особенность форума, что здесь каждый участник составляет себе индивидуальный план и выбирает, что посетить из всего многообразия образовательных площадок. А их сегодня параллельно работало 35. Перенять опыт у других регионов приехал и министр образования Чувашской республики. Во-первых, посмотреть, какой опыт имеет регион Росфедерации по продвижению проектов, связанные с добровольчеством, волонтерским направлением. Здесь находятся представители наших муниципалитетов, те, которые курируют направление государственной молодежной политики. Здесь находятся специалисты по делам молодежи. Это Маргаужский район, Алатрический район. Завтра лекции, мастер-классы, панельные дискуссии продолжатся. Участники обсудят перспективы и планы развития проектов платформы «Россия – страна возможностей». Напомню, их 14. И здесь собрались участники-победители. Всего более 6,5 тысяч человек из разных регионов России. Ирина Волкова, Андрей Шоклев из Москвы. Итоги социально-экономического развития подвели в Парецком районе. По всем основным показателям, муниципалитет в плюсе по сравнению с 2016 годом. В 2017 году в Парецком районе действовали 12 муниципальных программ. В этом уже 13. На их финансирование предусмотрено около 200 миллионов рублей. Индекс производства сельхозпродукции составил 100,1%. При этом выросло производство скота и птицы. Расширились и посевные площади. Муниципалитет больше остальных выращивает рапс, сою, лен, горчицу, гречиху. В 2017 году на водоснабжение села Парецкое из бюджета республики было выделено более 19 миллионов рублей. Построена станция без железивания и проложено более километра водопроводной трубы. Актуальным в 2018 году остается создание благоприятных условий жизни на селе. Пока в районе недостаточно рабочих мест. Предпринимателей есть, но мало, честно признаюсь, что мало. Нам бы хотелось, чтобы именно в этом направлении у нас пока есть недоработки. Мало предприимчивых людей в Парецком районе, если смотреть статистику с другими районами. Вот проводим день малого предпринимательства, показываем государственную поддержку и так далее, но очень мало. Глава Чуваши отметил, районным властям надо активнее добиваться поставленных целей. Тем более, что поддержка со стороны республики с каждым годом становится ощутимее. Расходы канцелизированного бюджета Чуварской республики в 2018 году составят 58 миллиардов рублей. Каждый бюджетный рубль направляется по программным продуктам на повышение качества жизни населения. Акцентировал Михаил Игнатьев. Три большие стройки в рамках реализации федерального проекта развития моногородов. И все это в Канаше. За ними пристальное внимание федеральных и республиканских властей. Как живет город железнодорожников, расскажут мои коллеги. Почти 380 квадратных метров для новых производств. В Канаше продолжается строительство индустриального парка. На объекте сейчас создают инфраструктуру, без которой работа невозможна. На это в 2017 году было направлено 80 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. А всего инженерная инфраструктура индустриального парка обойдется в 564 миллиона рублей. Все, конечно, завязано на том, чтобы привлечь инвестора, предоставить ему строительную площадку. Площадку для размещения производственных строительных мощностей. Заставить его прийти сюда, дать ему всю инженерную инфраструктуру, дать ему готовый участок, чтобы он развивался. Производил и привлекал, конечно, наши рабочие силы. Пока на объекте завершена установка напорной канализации, смонтирована насосная станция, котлован под ливневые очистные сооружения подготовлен на 50%. БОС будет обслуживать не только индустриальный парк, но и весь город Канаж. Прежняя канализационная система уже никуда не годится. Непосредственно на строительство очистных сооружений предусмотрено 320 миллионов рублей. Индустриальный парк и БОС должны сдать к концу 2018 года. Третий объект строительства в рамках проекта – объездная дорога Аниш. Более 4 километров, которые соединят индустриальный парк с федеральной трассой. По этой дороге большегрузы будут объезжать сам город. Завершить строительство должны в июне этого года. Работы на всех трех объектах ведутся, графики, которые установлены, они выдерживаются, финансирование осуществляется. Если говорить по автомобильной дороге, этот объем превышает 50%. Если говорить по индустриальному парку, мы, наверное, ведем речь о 20-30%. И биологические очистные сооружения, на мой взгляд, очень сложно сравнить виды работы, они принципиально различные, но мы тоже говорим где-то одна треть. Инвестиционную привлекательность города повышает и Канажский транспортно-энергетический техникум. Здесь готовят молодых квалифицированных специалистов – электромонтеров, сварщиков, техников газонефтепроводов. Для многих из них будут открыты рабочие места на высокотехнологичном производстве индустриального парка. Все проекты, которые реализуются в техникуме, направлены на повышение инвестиционной привлекательности нашей республики, города Канаж. И в этом, что очень отрадно, мы чувствуем постоянную поддержку администрации города. Реализуются республиканские проекты в области профессионального образования. Думают в Канаше и о развитии первичного звена здравоохранения. Новые технологии, современное оборудование, подъезды, оборудованные для маломобильных людей – так выглядит теперь после капитального ремонта стоматологическая поликлиника. Помимо нового ремонта и нового новоселья, здесь у нас отказывается высококвалифицированная помощь. И что не нужно уже ехать нам в столицу или в другие города, чтобы нам оказали нужную помощь. Это очень радует. Лечить зубы в поликлинике будут не только городские жители, но и из близлежащих районов. Глава республики поставил перед нами задачу создания системы здравоохранения по шаговой доступности. Вот как раз здесь мы с вами видим, шаговая доступность, она присутствует. Трехоревная система оказания медицинской помощи, которая сегодня выстроена в Тиварской республике, приносит свои плоды. И вот недавно в Сочинском форуме министр здравоохранения Российской Федерации, Вереника Егерина Скворцова, по тем показателям, которые у нас сегодня есть, назвала на втором месте среди 85 субъектов Российской Федерации системы оказания медицинской помощи Чувашской республики. В Канаше реализуется еще один масштабный проект – формирование комфортной городской среды. В рамках этого проекта в городе в прошлом году освоено 29 миллионов рублей. Отремонтированы территории четырех дворов. Вошли в программу 12 многоквартирных жилых домов. Что включает этот проект? Здесь комплексный подход и к освещению, и к местам для маломобильных групп населения, и к детям. То есть это детские площадки, это спортивные площадки, это брусчатка появляется, это бордюрный камень. Изначально населением был проект воспринят со скептисом, но сегодня мы столкнулись с той ситуацией, что часть проектов приходится переносить уже на 19-й год в связи с активной поддержкой со стороны населения. В Доме правительства прошла рабочая встреча главы Чувашия Михаила Игнатьева с представителями швейцарских компаний. Мы в сегодняшний день представляем компанию «Штадер» и представляем компанию «Абишмидт». Руководитель компании и хозяин «Абишмидт» заинтересован выход на российский рынок. Это касательно и подвижного состава, это касательно и коммунальной техники. То, что касается коммунальной техники, сельскохозяйственной техники и снегоуборочной, у нас, в принципе, вопрос открытый стоит, и мы сейчас ищем опорный регион для того, чтобы разместить основное производство навесного оборудования. Как один из вариантов мы приехали к вам посмотреть, можно ли здесь разместить производство. Обе компании уже давно зарекомендовали себя и на зарубежном рынке. Есть крупные контракты и в нашей стране. Поставка электричек для Алиэкспресса, трамваев в Питер. Возможно, и в Чувашии появится продукция компании. Для бизнеса что нужно? Любое производство должно дать прибыль. Если вы посчитаете, что выгодно здесь открыть производство, потому что рабочие силы дешевле, электроэнергии, газ, все эти тоже составляющие дешевле. Условия для производства и что будет со сбытом – основные темы встречи. В рамках визита представители швейцарской страны посетят ряд производственных площадок в Чебоксарах и Новочебоксарске. В администрации города Чебоксара прошла финальная презентация дизайн-проектов благоустройства общественных территорий по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Каждый из эскизов власти обсудили с жителями. Все желающие смогли внести свои предложения. Подробнее Рифат Фаткулин. Объединило всех участников обсуждение одно – желание сделать любимый город еще лучше и красивее. Выбирать предстоит из 18 объектов. Сквер имени Чапаева в их числе. Татьяна Мировна-Ролянская из всех неравнодушных горожан, кому хочется видеть город более ярким, комфортным и благоустроенным. И 18 марта на всенародном рейтинговом голосовании ее голос за этот уголок отдыха. Мне очень нравится сквер Чапаева. Сквер Чапаева, мы там гуляем. Я скандинавской ходьбой занимаюсь. И там гуляем, и прогуливаемся. Раньше работала на электропортном заводе на второй площадке, все время мимо проходила. И хочется, чтобы более комфортно было. Светильники сделали очень нехорошие. Вот три светильника и только около него свет, а окружения нет. Жители высказывали свое мнение, участвовали в онлайн-голосовании, присылали заявки по электронной почте. Всего поступило более пяти тысяч предложений. Чаще всего по Ленинскому району горожане отдают предпочтение лесному массиву Дубовой рощи и набережной Волги. Набережная Московская, нашей реки Волга, мы считаем, что это наиболее важный объект. И это лицо города. И мы считаем, что для развития туризма города Чебоксара, а перспектива города, конечно, как бы туристический город будет положен, то считаем, что Московскую набережную как лицо города надо в первую очередь строить. Было мероприятие ворк-шоп по набережной, по Московской набережной или марш по набережной, вот так это звучало. Работали 30 человек, среди которых начинающие архитекторы, студенты разных вузов архитектурных из Москвы, из Казани и из города Чебоксара. Преобразиться и стать одним из центральных мест отдыха может и сквер возле ДК «Салют». Освещение, новые тротуары, проезды, урны, скамейки, детские игровые и спортивные площадки. Это далеко не весь список того, что может здесь появиться. Еще, наверное, в 2015 году мы начали проработку территории в районе ДК «Салют» для того, чтобы дети с близлежащих территорий, чтобы родители, которые ожидают своих детей, занимающихся в ДК «Салют», могли спокойно провести какое-то время, запроектировали такой сквер. Всем хочется, чтобы место, где они живут, было обустроенным, безопасным и комфортным. По дворовым территориям вопросы-то так и будут оставаться. Вот, например, наша улица Красина, у нас приоритетно это тротуар, которого нет. Нам очень хотелось, чтобы в рамках либо этой программы, либо каких-то других программ, все-таки тротуар у нас сделали. Мы понимаем сегодня, что у нас назрела большая необходимость в благоустройстве как раз общественных пространств, поскольку им не уделялось внимания долгие годы. Что касается тротуарной сети, наверное, мы сейчас будем все-таки прорабатывать вопрос отдельной программы по ремонту тротуаров. Ну и приступим к ремонту. Дизайн проекта благоустройства территории будут размещены как на интернет-площадке, так и на каждом избирательном участке. Цель – охватить как можно больше чебоксарцев. Именно они решат, какие три общественных пространства достойны федеральной поддержки. Напомним, голосование пройдет 18 марта в день выборов президента страны. Рифат Фадкулин, Борис Андреев, Республика. 18 марта вступает в действие новый закон. В каждом автомобиле должен быть светоотражающий жилет. Его необходимо надевать в темное время суток во время остановки на трассе. Представители госавтоинспекции и Таванрадио в марте проводят акцию. Цель которой – напомнить водителям о том, что в каждой машине должен быть теперь жилет. В течение дня на волнах родной радиостанции ведущие сообщают, где инспекторы ждут водителей, чтобы подарить им светоотражающие жилеты. Во вторник пять автолюбителей, которые в нужное время находились на базовом проезде, были рады встрече с автоинспекторами. Слышала о том, что нужны вот эти жилеты. Я вообще отслеживаю изменения в правилах дорожного движения. Сама не нарушаю. У меня вообще за 11 лет один штраф. И желаю всем того же самого. Не нарушайте правила дорожного движения. Эти жилеты в темноте помогают видеть человека. Буду возить в машине. Я и собиралась его купить. У нас большинство аварий с самыми тяжелыми последствиями происходит в ночное время, в вечернее время, в условиях ограниченной видимости. И поэтому мы очень рассчитываем, что вот это нововведение поможет снизить аварийность на наших дорогах. До начала действия этой нормы есть еще время. Так что можно успеть купить такой жилет или в пятницу слушать «Таван радио». В эфире будет озвучен адрес, по которому автолюбителей будут ждать инспекторы дорожно-патрульной службы. Как и по всей стране, в Чебоксарах 18 марта состоится праздничный концерт-митинг «Мы вместе», посвященный четвертой годовщине вхождения Крыма в состав России. На площади республики выступят творческие коллективы, артисты эстрады. Начало в 17 часов. Приходите сами и приводите друзей. Милые лемуры, ручные еноты и игривые обезьянки. Более 60 видов экзотических животных на одной выставке. В Чебоксарах открылся контактный зоопарк «Живые тропики». Его особенность в том, что животных можно не только погладить, но и подержать на руках, поиграть с ними и сфотографироваться на память. Информация об этом далее. А я с вами прощаюсь. До завтра. Это просто чудо. Это девочка, Настя. Да? Настя? Оу. Прям как в кино. Нереально. Ощущения просто на всю жизнь. «Живые тропики» – один из самых крупных контактных зоопарков в России. Его питомцы успели побывать во многих городах страны. Они уже привыкли к кочевому образу жизни. Все рождены в неволе и адаптированы к людям. Для них в зоопарке созданы благоприятные условия. В просторных вольерах они могут и отдыхать, и активно двигаться. Кроме приматов, собранных с различных уголков планеты, здесь можно встретить енотов, лемуров, варанов, игуан, крокодилов, кроликов, черепах и питонов. Почти все питомцы ручные. Любят, когда их угощают лакомствами. Приобрести еду можно на входе. У нас есть карликовая игрунка. Это считается самая маленькая обезьянка в мире. То есть она размером не больше указательного пальца человека. То есть на нее можно вживую посмотреть. То есть она в террариуме как себя ведет, как живет. Бурый капуцин зовут Петя. Вот он у нас. Он абсолютно ручной, как видите. Сидит, занимается своими делами. Очень общительный, очень любопытный. Даже поющий попугай есть. Это желтохохлы как аду. Зовут его Гоша. Он у нас поет посетителям «Калинку-малинку». Зоопарк привлекает внимание не только детей, но и взрослых. На экскурсии в простой и интересной форме рассказывают об удивительном мире экзотических зверушек. В ближайшее время зоопарк пополнится новыми жителями. Там так ни разу не было. Поэтому и столько животных интересных. И даже вот потрогать можно такой вот нежненькой. Я даже змею первый раз потрогала никогда такой. Ой, боялся их. Большое спасибо за такое. Еще буду приходить. Очень понравилось мне. Контактный зоопарк уникален тем, что позволяет современным детям окунуться в мир природы. Очень полезно посещение контактного зоопарка ребятам с особенностями развития. Для них и для детей-сирот вход бесплатный. Также действует скидка на групповое посещение от 10 человек. Попасть в удивительный мир животных можно до 1 апреля. Контактный зоопарк находится на цокольном этаже торгово-развлекательного центра «Мегамол». Олеся Русакова, Игорь Зверев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова